Друзья, всем привет! Вы на канале Делай то, Делай это. С вами Ким. И сегодня у нас новое событие в игре, которое я сейчас освещу. Это летать по ветру. Зайдем в сильнейший район. Событие, центр событий. Мы видим, сверху появилось до конца события 7 дней, 14 часов. Давайте пройдем, посмотрим, что нам здесь дает. Мы видим картинку с листами. Сегодня, одуванчик будет употреблять при нажатии на лист. Мы видим, что здесь есть одуванчик. У меня их пока ноль. Я уже какую-то часть использовал их, попробовал, как это работает. Смысл в том, что нужно открыть два листа и собрать одного цвета божьих коровок. И тогда получаешь приз произвольный. Вот мы видим получение наград. Есть награды за рейтинг. Также, если получить высокий рейтинг, можно получить хорошие награды. Мой рейтинг 321. Особо я сильно не увлекался данной игрой. Награды за прохождение. 70 очков спаривания дают. Это если в случае, когда открываешь полностью картину, тогда дают эти очки. Куда можно их потратить? Можно эти очки потратить в магазине очков. Мы видим, здесь появился новый у нас жук-олень. Этот жук-олень. Давайте посмотрим его характеристики. Имеет большую разницу по длине тела. Очень красивый. Является одним из самых ценных в мире домашних насекомых. Большинство живет в районе Восточной и Юго-Восточной Азии. Взрослый ест ветви и листья. Является совсем видоизмененным насекомым. Характеристики. Атака муравья-охранника. Защита муравья-охранника по 38%. Скорость похода 44%. Увеличение боевой скорости 80%. При полных атрибутах, вот мы видим снизу, здесь у нас также увеличение боевой скорости 120 максималка. Вверху мы видим текущий атрибут. Это при седьмой звезде, значит, этого жука. Также включается защита навыков у спецмуравья с охранником. Такой спецмуравей очень хорошо подойдет для белого бархатного, так как у него защита очень высокая, а белый бархатный со своим лечением. И здесь есть муравей-охранник, получил эффект исцеления плюс 20% и в связке, я думаю, они будут очень круто работать в защите. Да, хороший, значит, жук. Здесь мы видим, что мы можем за полторы тысячи очков взять фрагмент тигр внушительный. Но здесь он один, можно собрать сразу 100 фрагментов. Также фрагмент медного муравья, который новый у нас появился. И вот мы видим фрагмент бархатного. Также есть возможность обменять. Также мы видим то, что здесь есть фрагмент логово ведьмы. Кто еще не добрал, вот сохранил, может быть, кстати, добрать остающиеся части для этого, значит, облика. И также мы видим то, что можно выбрать некоторые фрагменты из набора. Если выбрать такую ракушечку, значит, можно здесь, если у кого-то не хватает фрагментов определенного муравья, можно их добить, чтобы получить. Ну и ряд других, значит, атрибутов в виде останки животных. Вот есть и обычная еда, которая добавляет возможности хода мутированные споры. И, значит, вот мы видим малые ядроклетки, генная цепь, адаптивные фрагменты мутации. Вот, чтобы приобрести, значит, одуванчики, нам предлагают либо это купить за деньги, либо вот за бриллианты возможность покупки есть. Вот я приобрел бриллианты, чтобы вам показать, как они вот появились, эти одуванчики, 6 штук. Вот у меня один листок открытый, он предлагает открыть какой-то из листков. Видим, если они разные по цвету божьей коровки, листы закрываются и ход теряется, предлагает открыть другой. Вот мы видим, фиолетовый я открыл, такая розовая, скорее всего, и розовый я видел, что здесь. Вот они улетели, за это я получаю какие-то очки. И, дальше, синенькая, вот, ага, не попал. Желтенькая. Где же у нас желтенькая еще раз? А вот желтенькой больше нету. Видите, тональность немного отличается по цвету и уже все. И, соответственно, может не подойти. Поэтому нужно быть очень внимательным, чтобы собрать всех божьих коровок и отправить их летать по ветру. Вот, с этим разобрались. Рейтинг мы посмотрели. Мы видим то, что уже первые игроки собрали 2320 очков по рейтингу. Мой рейтинг 299, всего 5 очков накопил, не так много. Награды мы посмотрели. Еще открылась мини-игра, которая была когда-то изначально, «Приключения божьей коровки». Давайте посмотрим, что здесь нам дает. Здесь при полете можно зарабатывать очки, которые можно обменивать на награды. Вот такие мы видим, что осталось 2 экстра яйца. Ну и клеточный сок вместе с бактериоцинами. Все эти награды можно спокойно забрать. Как это можно сделать? Для этого нужно поучаствовать в приключении. Давайте я вам покажу. Пролетим с вами один рейс. Значит, в полете «Приключения божьей коровки» нужно лететь между верхним и нижним элементами, которые свисают с деревьев и не врезаться в них как можно дольше. Чем дольше вы пролетите, тем больше наград вы получите. Бывает здесь. Мы смотрим, что они сужаются с каждым метром. Все становится друг к другу ближе. Поэтому проход будет все меньше и меньше для пролета у божьей коровки. Поэтому здесь нужна такая выдержка и немного времени на то, чтобы пролететь между этими препятствиями. Но, конечно, это такое отвлечение от основной игры. Мини-игра, которая может позабавить пользователя. Ну вот, мы видим то, что я пролетаю уже 380 метров. Топовые игроки, которые очень любят летать, они именно, я имею в виду, топовые игроки в полетах на божьих коровках, пролетают в районе 700 метров. Это очень большое значение. Не каждому может это удастся сделать. Потому что в какой-то момент рука может дернуться, и вы врежетесь, не рассчитаете траекторию в эти растения, которые свисают или исходят из земли. Вот. Видите, как мы продлеваем этот путь. Вот. Недонажал. И мы смотрим то, что я на этот раз пролетел 614 метров. Лучший рекорд мой. 673. Можно поделиться в Альянсе этим значением. Посмотреть, значит, это снабжение приключений. То, что можно купить куклу-кушелкопряда 12. С помощью этого можно увеличить попытки. Ну, и мы видим то, что вот наш игрок из Альянса лидирует. 723 метра пролетел. А мой рейтинг 25. Вот. Это не так просто. Ну, кто-то умеет хорошо летать. И они молодцы. Вот мы заработали 2900 очков. И, значит, доступны очки 1427. Немножко не хватает. Но попозже я приобрету их стрельцом. И тем самым увеличиваю свое количество. Так. Вход при празднике весны. Вот у нас есть такое событие. Вот можно 7 дней заходить в игру и получать каждый день разные награды. В принципе, жук-носорог. Вот мы видим то, что этот жук-носорог, он очень хорош в своем деле. Давайте у меня здесь накопились элементы, которые можно... С помощью которых можно увеличить звездный тактистичный ген. Вот. Сейчас у нас событие идет по вылуплению солдат. Так, у меня еще собрали повадки. Давайте посмотрим, какие у нас тут в расцвете колонии задачи. А вот как раз по гену идет ускорение на вылупление. Осталось немного времени. Так, я сделал это без малины. Ну, мы давайте вылупим солдат своих, которые у нас запланированы по вылуплению. Принесем награды в районные очки. Ну, самое большее это дают девятые муравьи. Так, вот дальше мы придется за бриллианты вылуплять. Так, сейчас и берем награды пару штук. Нам несколько часов. А, тут часы стройки дают. Так, ну, вот чтобы добить там третью ракушку, надо это делать с помощью бриллиантов. Таким образом мы их тратим, зарабатываем очки для района. Ну, себе убыток по бриллиантам. Ну, и, соответственно, какую-то часть компенсируем. Вот, 4000 бриллиантов. Ну, конечно, это не так много, как мы потратили. Мы потратили больше, в районе 10 тысяч. Ну, не страшно, мы на других лентах заработаем. А вклад в сильнейший район мы внесли небольшой. По району мы лидируем 27 миллиардов общие очки. Сегодняшнее событие. Мой рейтинг четвертый. Можно посмотреть, я занимаю четвертое место. Вот, игрок из лиг набирает 1,22G. Достаточно много он смог набрать на углубление солдат очков. Мы его с этим поздравляем. Так, давайте посмотрим, какие элементы еще летать по ветру. Что мы еще не просмотрели. Что получить шанс выиграть еще фрагмент тигра внушительный. Это рамка. Рамка, она находится в обликах. Здесь рамка аватара. Вот такая рамка аватара. Это летающий скоробей. Также без бонусов. Его можно получить временно. Но для этого надо выполнить задание. Также летать по ветру и получить приз за это. Вот такое у нас событие началось в муравьях. Принимайте в нем участие. Зарабатывайте плюшки определенные. Вместе с нами. Делай то, делай это. Вам вместе с кем со мной рассказали, как это сделать. Но что непонятно, пишите в комментариях свои предложения. Обсуждения. Подписывайся на канал. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить актуальные видео. Ну а с вами был Ким. Всем пока. До скорого.